Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Корнакова Юлия, и я рада видеть вас снова в Музейно-выставочном центре Тульские древности. Сегодня мы будем делать нашу родную куклу, которая называется Тульская барыня. Впервые о этой кукле рассказала в журнале «Народное искусство» Ирина Владимировна Агаева, мастерица, которая сохранила и открыла для нас эту куклу. Кукла достаточно простая, представляет собой женщину, женщину-хозяйку. В древности таких хозяек называли «большуха». Жили тогда большими семьями, под одним кровом собиралось несколько семей. И главным членом семьи был, конечно, самый старший мужчина, дед или отец. Такого мужчину называли «большак», но, соответственно, его жену, свекровь, свекровь по отношению к снохам, к женам сыновей, называли «большуха». Вот, видимо, по вот этой традиции, почитания с снохами свекрови. И стали делать вот такую куклу. Считается, что куклу эту делала сноха для своей свекрови. И, сделав и подарив такую куклу свекрови, она полностью подчинялась ей. И давала такое молчаливое согласие слушать все свекровиные советы и делать так, как она хочет. Вот такая большуха, ну, можно сказать, да, вот такой, мне кажется, образ свекрови хозяйки дома мы и будем с вами сегодня делать. Для того, чтобы сделать эту куколку, нам нужна будет скрутка. Вот я ее, конечно, уже сразу подготовила. В основе скрутки палочка. И палочка эта обмотана ненужной тканью, скажем так, бывшей уже в употреблении тканью, которую мы с вами спрячем. Для того, чтобы спрятать нам эту скрутку, нам нужен будет небольшой кусок холста или белой ткани. Вот, смотрите, она высотой со скрутку и достаточно широкой, чтобы можно было скрутку в нее завернуть. Если скрутка моя 30 сантиметров, где-то палочка 28, то и высота нашего ткани может быть квадрат 28 на 28. Дальше небольшой квадрат, где-то 20 на 20 сантиметров для того, чтобы сделать голову нашей куклы. Далее, вот уже где-то, наверное, сантиметров 40-50 длиной и 20 сантиметров высотой. Вот такой прямоугольник нам нужен будет для того, чтобы сделать руку нашей куклы. Да, вот можно сделать, взять еще, это не обязательно, но, в принципе, может быть такой тоже вариант, когда мы делаем с вами небольшую рубашку для того, чтобы скрыть какие-то элементы ненужные, торчащие, да, вот в нашей куколке. Можно взять еще, на всякий случай, вот такой небольшой прямоугольник высотой где-то он тоже 20 сантиметров, может быть, 25. И приблизительно такой же, ну, может быть, на несколько сантиметров, да, длиннее по ширине. Затем нам нужен прямоугольник. Ну, вот я мерила по своей палочке где-то, да, получается где-то 25, ну, может быть, 22-23 сантиметра высотой. И побольше, сантиметров 30-35 в длину, да, это будет юбка нашей куклы. Фартук. Фартук можно, для фартука можно взять одну ткань, можно взять несколько тканей. Да, вот, например, я взяла два кусочка вот такой ткани. Это уже тоже можно померить. Вот Ирина Владимировна Агаева на одном из своих мастер-классов рассказывала, что в Туле очень любили широкие фартуки, которые не только скрывали перед, как бы, юбки, но и заходили глубоко на бока и даже практически назад. Таким образом, она подчеркивала, что тульские люди были очень бережливые и всячески хранили одежду, да, вот, спрятав ее практически всю под фартук. Поэтому фартук, для фартука я взяла вот такие достаточно большие куски, да, но вот, мне кажется, они достаточно хорошо сочетаются в коричневой такой гамме. И еще нам нужен будет платок. Для платка нам нужен будет просто треугольник. Ну, вот, я взяла в том одного из наших фартуков, да, вот такой треугольник. Я советую брать лучше побольше кусочек ткани, побольше треугольник вырезать. Лучше его немножко впереди подвернуть, если что-то будет, но зато вы точно будете знать, что он покроет голову вашей куклы. Это все, что нам нужно. Цветные лоскуты мы пока убираем. И начинаем с того, что прячем нашу вот эту скрутку и такую старую ткань под тканью хорошей, да, в данном случае это домотканная даже ткань. Итак, мы с вами берем нашу скрутку и просто оборачиваем, обернув, спрятав все лишние элементы, да, мы с вами делим нашу скрутку на три части красной нити. Как бы отделяем голову, талию, наделим на три части голова, туловище и ноги. Угу. Вторая. Вот я на сегодняшнем мастер-классе использую домотканную ткань, но с одной стороны это, конечно, придает кукле особый колорит такой, да, особый образ, но с другой стороны, так как ткань домотканная более жесткая по качеству, а складки у нее получаются тоже более грубые. И поэтому вот начинающим мастерицам лучше вообще домотканную ткань не использовать, да, лучше уже подождать, пока будет какой-то опыт. Итак, вот такая скруточка у нас с вами получилась. Теперь нам нужно сделать для нашей кукли, куклы голову. Потом мы берем вату, раньше брали, конечно, кудель, брали какие-то обветшавшие кусочки ткани, рвали их, формировали. Кладем наш квадрат на руку и в руку аккуратненько, аккуратненько утрамбовываем как бы эту ватку и смотрим, какая она получится по размерам. Если маленькая, нужно вату еще добавить. Вообще каждый мастер, да, каждый мастерица делает по-своему, поэтому вы тоже, делая эту куклу, ориентируясь здесь на то, какая вам, кажется, подходит голова к вашей скрутке для вашей куклы. Когда я поняла, что хватит, я думаю, вставляем скруточку в середину, подтягиваем концы нашего квадрата, там, где у нас будет перед, немножко разравниваем ткань, чтобы складочек было поменьше. Вот таким образом, да, вот мы разравниваем, уходит ткань. И потуже, потуже завязываем ее, прикрепляя к голову, к нашей скруте. Потуже, чтобы голова наша не съехала никуда, чтобы она никуда не делась. Когда мы с вами, собственно, эту скрутку развяжем, распустим, отпустим с руки. И сзади завязываем узелок. Теперь, когда наша голова закреплена, мы с вами еще разравниваем складочки, вытягивая материал чуть-чуть к себе и вверх, как бы вытягивая его из-под ниточки. Потому что, так или иначе, все равно складки у нас получаются рыхлые более. Вот чтобы их подтянуть, чтобы они были поменьше, потуже, мы с вами вытягиваем ткань. Вот таким образом. Из-под нитки. На себя и чуть-чуть вверх. Вот такая она у нас получается впереди. Теперь берем длинный кусочек, который нужен для рук. Сворачиваем его пополам. Вот таким образом. И пополам еще вот так. И вдоль вот этого сгиба надрезаем. Делаем надрез таким образом, чтобы прошла наша скрутка. В принципе, если вы сделаете даже больше здесь надреза, ничего страшного, потому что мы будем делать руки. И руки подтянут. Вот этого надреза видно не будет. Можно его надевать сверху. Можно надевать снизу, как вам удобнее. Мне вот снизу удобнее. И когда мы надеваем снизу, то мы с вами полностью пропускаем в этот разрез все те лишние ткани, которые у нас остались. Таким образом у нас получается с вами вот такая заготовка. Теперь нам надо с каждого края разделить эту часть на три части. Вот особенность тульских кукол, как говорит Ирина Владимировна Агаева, в том, что руки и очень часто ноги у кукол делались в виде косичек. И вот сейчас мы с вами как раз будем делать эту косичку. Очень интересно, что вот в этой кукле сплелись разные особенности именно тульских кукол. Да, вот одна из этих особенностей, еще раз повторю, это вот такие плетеные в косичку заплетенные руки и ноги. Итак, мы разрезаем. Причем вот обратите внимание, что сделать надрезы, разрезы, да, вот эти полосочки, нам нужно чуть дальше нашего разреза, который мы продели голову. Вот таким образом, вот видите, вот здесь у меня разрез кончается, а вот здесь кончается надрез наших косичек. Теперь разворачиваем куклу так, чтобы она была боком, да, где лицо, там было лицо. Вот таким образом. И начинаем заплетать косички. Когда мы заплетаем косички, смотрим на переднюю часть, она должна обтягивать, должно красиво складываться впереди. И так, да, можно сразу отрезать ниточку, чтобы потом, когда мы сплетел косичку, можно было сразу ее замотать. Итак, плетем косу. Складываем. Выравниваем. Плетите косу сразу потуже, чтобы у нас все было в кукле красиво. И потом не пришлось переплетать. Вот, особенно, тут же всего нужно сделать вот здесь. Потом уже можно обычно плести, да, не прилагая дополнительных каких-то усилий. Вот мы доплели до тех пор, пока уже остались кончики. Выравниваем эти концы и обматываем ниточкой. Завязываем на ручке снизу. Можно подрезать, подровнять немножко наши ладошки, как-то такие получившиеся. Чтобы ручка выглядела более аккуратно. Вот одна ручка у нас есть. Теперь то же самое проделаем со второй частью ткани. И на три части делим. И опять подрезаем чуть выше нашего разреза. Даже вот можно еще чуть-чуть. И опять. Складываем опять. Выравниваем. Впереди. И начинаем блестеть. Смотрим, чтобы сзади тоже красиво все-таки было. А чтобы на сколько получилось красиво. Красиво. Сначала начинаю плести потуже-потуже, чтобы закрепить нашу верхнюю часть. Дальше. Доплели. И завязали. И опять подравниваем нашу ладошку. Поднимаем все равно. Одна рука получилась немножко больше. Тем не менее. Теперь нам нужно сделать... Да, вот смотрите. Можно сделать панелку. Берем нашу ткань для панелы. Подворачиваем ее. Да, опять же нужно посмотреть по длине. Вот у меня даже не получится подворачивать. Надо будет просто... Кладем лицевую часть куклы наизнанку нашу по нем. И соединяем, накладываем друг на друга края ткани. Затем поднимаем и присбориваем. То есть здесь мы используем с вами опять чисто тульскую технику. Это техника, так называемую, можно сказать, накладку. То есть мы не выворотным способом делаем, когда сначала накладываем, потом выворачиваем, а просто накладываем ткань и завязываем. Таким образом сделали, заложили складочки. Отступили от верха. Ну, где-то один сантиметр, можно чуть побольше, можно сантиметр-полтора отступить. И завязываем, обматываем, закрепляем нашу панелу на кукле. Таким образом. ... ... ... Так, теперь выравниваем все наши складочки. Вот такой как бы юбка, даже сарафан своеобразный получается. Чем шире, собственно, у вас ткань, тем больше будет складок, тем пышнее будет юбка. Юбку, конечно, можно украсить, можно по нижнему краю расшить лентами, пришить какую-нибудь красивую тесну. Все-таки наша большуха будет нарядная, тульская барыня. Вообще, образ барыни в тульском искусстве представлен в разных искусствах, в разных элементах. Например, есть в тульской городской игрушке барыня, в филимоновской игрушке барыня. И вот в тряпичной кукле тоже есть барыня. Затем нам надо с вами завязать ей фарточки. Если вы используете несколько фартуков, можно завязать по очереди, привязать каждый фартук, а можно сразу два. Вот таким образом. Верхний фарточек, да, более светлый, должен быть чуть ниже, чуть меньше, чем нижний. Опять накладываем на юбку, закладываем складочки и завязываем ниткой. Ниткой закрепили, завязываем сзади, так как у нас ничего не опускается. То есть выворачивать мы ничего не будем, поэтому все узелки прячем сзади. Сзади будет у нас поток, а он все эти узелки скроет. И выравниваем опять же складочки наши фартуки. Вот такая у нас получается барыня. Теперь нам нужно повязать платок. Можно, как у меня у этой куклы, повязать сначала красную полоску. Можно несколько платков взять, например, сначала светлый, потом темный. Или наоборот. Можно сделать красную полоску, имитирующую поводник, да, а потом уже сверху завязать платочек. Можно просто завязать платок. Платок завязывается не как обычную куклу, а платок завязывается назад, как косынкой. То есть вот мы наложили наш платочек. Подвернули и назад. Назад ушли. И сзади уже завязали. Для меня это самая сложная часть. Насколько я кукол не делала, всегда у меня получается... С первого раза никогда не получается. Всегда надо будет... Получается, что нужно переделывать. Потому что не всегда привычно... Непривычно совсем завязывать платок сзади. У меня платок необычной формы, потому что просто такой кусочек попался. Ничего в этом такого нет. Никакого дополнительного значения. Просто я не стала обрезать вот эти длинные края, потому что... Потому что они мне пригодятся. Вот они действительно мне пригодились. Так. Теперь выравниваю немножко. Можно завязать куколки рожки. Да, силу замужней все-таки женщины. А потом уже завязать вот этот платок. Вот таким образом. Мне кажется, все-таки длинноватый. Так. И теперь самый интересный элемент. Да? Руки в боки у нашей большухи. Потому что она главная в доме. И она должна всем показать, кто в доме хозяйка. Для этого нам нужно сделать небольшой поясок. Можно, конечно, взять несколько ниток. Вот, например, коричневый. Да, в моем случае черные и красные нитки. Исплести. Или красные, черные, белые. Исплести этот поясочек. Просто обычно заплести косыночку. Косичку. Да, но... Вот Ирина Владимировна очень любит делать пояски. Из-за нескольких ниток. Вот я тоже хочу такое же сделать. Для этого нужно несколько ниток. Одну и ту же нитку. Несколько сложений. Да, сама свернуть. Вот такой поясок у меня получается. Теперь я на концах завяжу узелок один. Узелок второй. Теперь обрежу кончики. Там, где у нас начались сгибы. Да, вот такой поясок получается у нас. И вот теперь мы берем руки нашей куклы. Да, вот немножко косичку нашу выравниваем. И ставим в боки. Упираем как бы даже в боки. Вот таким образом. И вот этим поясочком фиксируем. Завязываем впереди уже. Если пояс позволяет, можно сделать два оборота. Если нет, то можно оставить, как у меня, один. И завязываем на несколько узлов. Мне кажется, что он достаточно длинный, а у него получился не очень крепкий. И привязываем. Можно не развязывать, а просто по высшему завязать. А этот узелок срезать. То же самое с этим. Вот такая кукла у нас с вами получилась. Тульская барни. Кукла у нас завершена. Я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, что мы еще с вами увидимся в музейном выставочном центре Тульской древности. Всего хорошего. До свидания.